Пока вся общественность возмущается тем, что в список украинских санкций не попали многие известные российские компании, секретные материалы разобрались с теми фирмами, которые все-таки попали в него. Крупнейший российский железнодорожный перевозчик, который возит боевикам боеприпасы и российские танки в Крыму, справедливо попал под санкции, но, как выяснилось, попал не полностью. Смотрите прямо сейчас, на какие хитрости идет украинская власть, чтобы и в санкционный список было кого внести, и при этом с российскими друзьями не сильно ругаться. За коллективные сочинения на тему санкций против России, одобренные СНБО и подписанные президентом, после беглой проверки журналистами и общественностью, больше тройки с минусом мы поставить не можем. В этом списке почти 400 человек, среди которых отсутствуют многие заслуженные фанаты русского мира, не говоря уже о первых лицах России, которые по факту остаются для Киева рукоподаваемыми. Зато в этот список попали представители мировых СМИ уровня BBC. Пропавшие без вести журналисты и мертвый боевик мозговой. Все эти абсурды, конечно, достойны возмущения, но именно так все и должно было произойти. Ведь это всего лишь отвлекающий маневр. Можно ли быть немного беременной? Все говорят, что нет. А можно ли быть немного под санкциями? Российские компании утверждают, что можно, особенно под нашими. Интерес журналистов секретных материалов привлек крупнейший в Российской Федерации частный железнодорожный перевозчик. Первая грузовая компания. Она является одним из довольно крупных операторов рынка на территории Украины. Обеспечивает довольно большой объем, порядка 50 тысяч тонн в месяц. Это перевозка транзитных грузов из России в направлении портов, либо дальнего зарубежья. Владельцем этой компании является Владимир Лисин. По данным Форбс, четвертый богач России с состоянием около 17 миллиардов долларов. На долю его первой грузовой компании приходится почти четверть всех железнодорожных перевозок России. В ее парке около 200 тысяч вагонов. А в Украине еще с 2008 года она имеет свое дочернее предприятие ООО – первая грузовая компания в Украине. В Кремле владелец ПГК Владимир Лисин на хорошем счету. Его рейтинг позволяет лично встречаться с Владимиром Путиным и помогать России в ее международных компаниях. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Наша встреча в конце года носит уже практически традиционный характер. Мы неоднократно встречали вагоны этой компании в зоне АТО, заполненные углем и лесом, направляющиеся в неизвестном нам направлении. А в марте этого года даже посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко в обращении к президенту Украины Петру Порошенко указывал, что ПГК продолжает беспрепятственно работать в Украине, хотя является основным перевозчиком российских военных грузов в Крыму, а также на территории Донбасса, контролируемой сепаратистами. Президент к послу прислушался, и в санкционный список эти компании попали под номерами 102 и 103. Руководство Укрзалезницы указ президента выполнило и заблокировало возможность компании ПГК работать в Украине. Это касается двух компаний. Это компания, которая зарегистрирована как президент Российской Федерации, и компания, которая зарегистрирована как президент Украины, это ПГК Украины. Но, как оказалось, все не так просто. В Украине сегодня официально работают три подразделения первой грузовой компании. Это открытое акционерное общество ПГК, общество с ограниченной ответственностью ПГК в Украине и акционерное общество ПГК. Каждая из этих компаний имеет свой вагонный парк. Две из этих трех компаний попали в санкционный список Украины. Теперь им в нашей стране работать запрещено. Но третья и самая главная компания акционерное общество ПГК в санкционный список не попала. Ей в Украине работать можно. Оказывается, крупнейший российский бизнес в Украине наказывают только на показ. Но по факту он продолжает работать. Как так вышло? С этими вопросами мы обратились к исполняющему обязанности гендиректора Укрзалезницы Александру Завгороднему. Но высокопоставленный чиновник оказался не совсем в теме. Почему именно ПГК попала под санкции? Мы не принимали участие в создании данного документа. А кто принимал решение по железной дороге? Мы получили приказ к исполнению. А кто формировал все это? Мы не участвовали в этом процессе. Это не наша проблема. Укрзалезницы никто не спрашивал. Какие компании есть на рынке, каких нет? Такие данные я не владею. А в сложном вопросе, почему из трех компаний ПГК под санкции попали только две, господин Завгородний попросил помощь зала. У нас таких данных нету, хотя мы сейчас можем пригласить сюда начальника грузового департамента, подключить данные вопросы. Спасибо. А где эти бойцы? Мнение консилиума о судьбе не попавшего под санкции АО ПГК разошлись. А та, если так, которая третья компания, она, насколько я знаю, перевозками теми не занимается. Она, по-моему, занимается ремонтом подвижного состава. И она никакого отношения к ситуации с перевозками не имеет. Действительно есть компания, акционерное общество, первая грузовая компания. Она есть, она обладает парком в вагонах больше 70 тысяч. Но у Залезницы с ней договорных отношений пока нет. Единственное, в чем мнение импровизированной санкционной комиссии от Укрзалезницы сошлось, так это в том, что никто не знает, кто именно вносил ПГК в санкционный список и куда нам обратиться с обнаруженной проблемой. Если у Залезницы могут спросить по той или той причине какая-либо компания что делает, мы, естественно, ответим. Но у нас при формировании санкционного списка ни Министерство инфраструктуры, ни другой какой-либо исполнительный орган не спрашивают ничего. Кому мы можем задать этот вопрос? Тем, кто сформировал данный список. МРНБО, если не ошибаюсь, на решение МРНБО принято решение. Да, уже указом президента оно введено в действие. Я так понимаю, к тому, кто его готовил, туда нужно задавать вопросы. А уже кто ему там подсказывал, какие его уроны? Мы не знаем. Но главным остался вопрос, была ли это оплошность составителей списка санкций или все же сделано умышленно, в надежде усидеть на двух стульях. Решение, которое принималось, оно и ввело на какие-то определенные обоснования. А кто формировал вообще этот список? Я повторяюсь, мы к этому никакого отношения не имеем. Вы как руководители в КЗС интересовались, а почему ПГК? Я выполняю приказы правительства и президента. Поэтому есть приказы о том, чтобы упасть в целый список. Попадем в следующую компанию, будем делать те же самые действия, которые касательно выполнения данного указа. То есть вы такие вопросы не задавали, да? Нет. Почему именно ПГК, а не какая-то другая? Нет. Ведь бизнес грузовых перевозок приносит его хозяевам миллионы. И терять эти миллионы из-за каких-то санкций никто не собирался. Если их нет, мы должны с ними работать. Потому как у российских бизнесменов всегда были надежные, высокопоставленные украинские партнеры. Как бы там ни было, но данный санкционный список, который составляли все, но спросить за его ляпы не с кого, не тянет даже на три с минусом. Мы ставим ему заслуженную двойку и требуем переписать, но уже без ошибок.